друзья вот такой вот важный вопрос который как раз касается сервиса борщ вопрос оптимизации и сегментации источников трафика для оптимизации ну как правило там даже крупных компаниях не доходят до такого ну потому что не знаю просто не знают наверно о том что это важно как вообще производится нет давайте начнем вот с чего вот если у вас ну хоть сколько-нибудь серьезный сколько-нибудь серьезный бизнес-проект то у вас ну даст достаточно большой трафик должен быть на ваш проект на ваши лендинги ну допустим у вас там какой-то один лендинг просто какую-то там маленькую ситуацию возьмем вот хотя если у вас большой проект у вас должно быть много лендингов под разные офферы и так далее допустим у вас один лендинг вот и у вас настроен неплохо настроен трафик разговор о том что важно сегментировать источники трафика для оптимизации конверсии и как это делать с помощью сервиса больше вкратце расскажу вот значит если у вас ну хоть сколько-нибудь серьезный проект то у вас имеется достаточно хоть сколько-то большой трафик на ваши лендинги вот то есть у вас настроено там несколько рекламных источников например яндекс директ там google adwords вконтакте facebook более того в каждом из источников она у вас несколько компаний например яндекс директе у вас может быть там десятки или даже сотни рекламных компаний если качественно настроены то у вас реально будет будут сотни рекламных компаний яндекс директе вот и в каждой из компаний у вас будут тысячи объявлений как минимум сотни объявлений тоже вот то же самое то же самое вконтакте у вас может быть В таргетинговой рекламе несколько рекламных кампаний. В каждой из рекламных кампаний у вас может быть по несколько или десятки или даже сотни объявлений. Соответственно, как обычно производится оптимизация конверсии, оптимизация трафика. Берется лендинг, создается несколько версий этого лендинга, берется трафик и равномерно распределяется между этими версиями. Правильно? АБ-тест или мультивариантное тестирование производится именно таким образом. И потом, через некоторое время, мы смотрим на статистику и видим, что у нас 4 версии лендинга. Первая версия показала конверсию 5%, вторая версия показала конверсию 20%, третья 35% и четвертая 21%. Соответственно, мы видим, что третья версия у нас выигрывает, потому что показывает большую конверсию. Это и есть наша цель. Все, отлично. Остальные версии мы убираем и весь трафик направляем на третью версию. Прекрасно. Казалось бы, то, что мы хорошо провели тест и выявили лучшую версию. Но, оказывается, то, что существует такой сегмент нашей аудитории, такой сегмент нашего трафика, например, из какой-то определенной группы ВКонтакте, и это может быть большой объем трафика, который лучше конвертируется на самом деле на первой версии. А первая версия для всего трафика показала конверсию в 5%. И, соответственно, мы не знаем, что вот этот сегмент аудитории намного лучше конвертируется именно на первой версии, чем на третьей. Ну, мы просто этого не знаем, а мы никогда об этом и не узнаем, скорее всего. Вот. Соответственно, встает вопрос к сегментации всего трафика при оптимизации конверсии. Делать это вручную, ну, замучаешься, мне вот как бы неизвестно. Напишите мне в комментариях, если знаете какие-то инструменты для сегментации трафика, для проведения оптимизации конверсии на лендинге, хотя бы именно на лендинге. Потому что в будущих трансляциях я буду говорить еще про более серьезные уровни оптимизации. Мне как бы неизвестны такие инструменты, кроме борща. Сейчас расскажу, как это происходит в борще. Значит, встает вопрос о сегментации всего трафика при оптимизации конверсии. То есть мы хотим увидеть, что вот такие-то источники нам дают лучшую конверсию на такой версии лендинга, а такие-то источники дают лучшую конверсию на такой-то версии лендинга. Вручную это делать, ну, это можно делать вручную, там, прописывая какие-то скрипты, но это просто замучаешься и наделаешь кучу ошибок. Ну, будем считать, что это невозможно. Вот. Надо это дело как-то автоматизировать. В борще это возможно. Борщ, сервис борщ, борщ.ком, конструктор лендингов, он изначально построен именно вот для того, чтобы... В нем изначально заложена эта идея. Идея оптимизации трафика для каждого источника, в индивидуальности. И это все дело происходит автоматически. Вкратце, значит, как это делается. Ну, создается лендинг. Легко создаются различные версии лендинга. Там пару кнопочек нажал, что-то изменил, какие-то картинки, какие-то заголовки. Все, у вас там готово несколько версий лендинга. Отлично. Дальше мы... Когда мы создаем рекламную кампанию, мы, конечно же, если у нас, как бы, есть более-менее правильное понимание того, если мы более-менее разбираемся, как настраивать кампанию, то мы знаем то, что надо все ссылки помечать. То есть, каждая ссылка у нас должна быть помечена определенными UTM-метками. Чтобы, ну, хотя бы просто там в статистике, в Яндекс.Метрике, в Google Analytics мы могли как-то там анализировать источники трафика. Для автоматизации и оптимизации борщей это важно, это нужно делать. Таким образом, когда мы создаем рекламные кампании, мы помечаем каждую ссылку UTM-метками. Помечаем то, что такой-то источник, такая-то кампания, такое-то там ключевое слово, такое-то ID объявление. Ну, там может быть что-то еще. И, соответственно, сервис борщ автоматически анализирует, что автоматически он видит то, что человек пришел из такого-то источника и на лендинге показал такую-то конверсию. Ну, то есть, либо там кликнул на кнопку, на целевую кнопку, либо не кликнул. Он анализирует трафик по этим источникам и видит то, что вот такой-то сегмент дает лучшую конверсию на этом лендинге, такой-то сегмент дает лучшую конверсию на этом лендинге. И все это происходит автоматически. Ну, то есть, мы даже не задумываемся об этом, и все это происходит за нас. И потом, когда накапливается достаточное количество статистики, он автоматически просто распределяет трафик. Вот, если из этого источника здесь, на этом лендинге показывается лучшая конверсия, человек из этого источника покажет именно этот лендинг, потому что, ну, знает то, что этот лендинг для этого источника конвертирует лучше. Ну, а для другого источника другой лендинг, соответственно, он будет показывать другой лендинг. Если в режиме реального времени ситуация изменится, то он, соответственно, и будет показывать другие лендинги для соответствующих источников. В общем, все это происходит в режиме реального времени и автоматически. Таким образом, в борще происходит автоматическая оптимизация конверсии для каждого источника, то есть для каждого сегмента нашей аудитории. Рекомендую попробовать. Пожалуйста, напишите в комментариях, когда посмотрите это видео, сколько у вас лендингов и насколько хорошо у вас настроена рекламная кампания. Сколько у вас источников, какие рекламные системы используете, сколько у вас объявлений в каждой системе, чтобы понимать, какого уровня у вас бизнеса. Интересно посмотреть, насколько вообще актуальна эта тема для вас. Ладно, до встречи.